Штаб по комплексному развитию региона в Рио губернатор Алексей Русских начал с ответов на обращение жителей. Главе области поступило большое количество сообщений о транспортном коллапсе в утро понедельника на улице Инзинской. Здесь меняют трамвайные рельсы и ночные работы были задержаны на два часа. Из-за этого случилась пробка. Руководство города обещало, что подобных задержек впредь не повторится. К сожалению, у меня нет возможности постоянно сидеть в соцсетях и заниматься перепиской. Но выборочно я всегда просматриваю и ответы, которые зачастую наши органы власти дают, они носят чисто формальный характер, несодержательный. По большому счету отправляют заявителя куда подальше. Такого быть не должно. В начале каждого штаба Алексей Русских поручил докладывать о наиболее острых обращениях ульяновцев. А жители области глава региона призывал активнее участвовать во всероссийском рейтинговом голосовании по улучшению парков, скверов и аллей. Выборы проектов благоустройства проходят до 30 мая. Жители голосуют за 17 общественных пространств в семи и муниципалитетах. Своей возможностью уже воспользовались почти 30 тысяч земляков. Параллельно продолжается месячник весеннего благоустройства. Областной субботник прошел 14 мая. Следующий состоится 28 мая. Продолжает оставаться нерешенным ряд проблем. В четыре раза за время действия субботника увеличилось количество твердых, так называемых, коммунальных отходов и мусора, которые вывозят операторы. Кроме того, остается вопрос по сносу аварийных деревьев, покраске и ремонту контейнеров и урн, побелке зеленых насаждений, ремонту скамеек и диванов. В Рио губернатор в очередной раз обратил внимание на необходимость спила ветвей деревьев. В преддверии официального начала пляжного сезона благоустройство проводится в местах массового отдыха. В областном центре отдыхать у воды можно будет на Свияге, у моста на улице Минаева и рядом с садом «Товарищством Борьба». На Волге в прибрежной акватории парка имени 40-летия Волк-СМ. А вот купаться разрешено только на центральном Болжском пляже. С начала мая у нас ведутся мероприятия по благоустройству центрального пляжа. Определена бригада, которая работает из 10 человек, выделена техника. На центральный Болжский пляж, вот какой я сказал, на 3 места массового отдыха у нас в этом году заведется обновиться песок, 700 тонн обновленного песка. Официально купальный сезон в области собираются открыть в первый день лета. Мы все прекрасно понимаем, что есть водоемы, где люди традиционно купаются. Даже если их, соответственно, не оформляете, тогда большая просьба организовать дежурство там хотя бы как минимум дружинников, которые бы либо давали пояснение, что купаться здесь нельзя, они просто поставили табличку и все. И в случае, если вдруг что-то кто-то там натворил, ну, соответственно, они должны могут среагировать. А в конце этой недели, 22 мая, для выпускников школ состоится праздник. Последний звонок прозвенит для 10 тысяч девятиклассников и 5 тысяч одиннадцатиклассников. С учетом продолжающейся пандемии коронавирусу в проведении праздника внесены изменения. Мы получили положительное заключение, то есть согласование на проведение последних звонков на свежем воздухе с ограничением количества участников от родительской общественности и социальных партнеров. Сохранится запрет на продажу алкоголя. А все праздничные мероприятия, включая поездки на турбазы и отдых на теплоходы, должны закончиться в 10 вечера. Алексей Русских обещал побывать в одной из школ на последнем звонке. По учебным заведениям отправится поздравлять вчерашних школьников министра областного правительства. Причем, как отметил глава области, для посещения будут выбраны не только городские школы. Егор Титов, Данил Сурков, Юрий Конихин, Улправда ТВ.